Доброе утро, любимый город! В прямом эфире «Утро» в Петербурге. Спасибо, что встречаете его вместе с нами. Мы находимся в нашей студии, в самом сердце города, на Дворцовой площади. И можете обратить внимание на обстановку и интерьер, и экстерьер. И присутствие вот такого прекрасного стула, оно для всех жителей и гостей нашего города, для того, чтобы почувствовать себя здесь, ведущей прямого эфира. Вот мне повезло сегодня примерить и эти декорации, и этот стул тоже наверняка чуть позже. Кто все это придумал? Придумал это все коллектив нашего чудесного канала. Творческий, креативный пиар-отдел. И рядом со мной представитель этого отдела Надежда Кокарева. Доброе утро, доброе раннее морозное утро. Расскажите, как пришла идея вывести из уютного телецентра на Чапыгина прямо вот под ледяной петербургский снегодождь? Доброе утро, Санкт-Петербург. Доброе утро, Мария. Канал Санкт-Петербург всегда находится в центре событий, в центре города. И, соответственно, это логично, чтобы открытая студия телеканала Санкт-Петербург встала на Дворцовой площади, где находится главная городская новогодняя елка, которую вчера мы зажгли с главным санкт-петербургским Дедом Морозом и нашей телевизионной снегурочкой Людмилой Ширяевой. Вот разные активности запланированы на ближайшие каникулы. Расскажите, кроме как почувствовать себя телеведущими, что еще могут петербуржцы здесь, на Дворцовой площади, благодаря нашему телеканалу? Ну, я повторюсь, что каждый житель Санкт-Петербурга может прийти сюда в любое время дня и ночи. Наша открытая студия открыта для всех. Вы можете почувствовать себя ведущими, сфотографироваться здесь, выйти в прямой эфир в социальные сети, поздравить своих родных и близких, всех горожан, снабдить эти посты обязательно хэштегами «Я в телевизоре», «Я в эфире СПБ». И среди всех фотографий, снабженными этими хэштегами, мы проведем конкурс «Выберем лучшие» и после новогодних каникул наградим призами от телеканала «Санкт-Петербург». Ну, в этом году мы закрепляем успех прошлого года. Я напомню, что студия здесь уже работала и действительно пользовалась огромным успехом. С какими итогами того Нового года, когда 2021 перешел в 2022, мы подошли? И о чем надеемся в этом новогоднем сезоне? Конечно, в прошлом году мы столкнулись с огромным количеством фото и видеоматериалов. Креатив петербуржцев и гостей города зашкаливал. Нам было очень сложно выбрать. Но 10 человек самых лучших были выбраны и награждены в эфире телеканала «Санкт-Петербург» как раз в утренней программе. В ближайшие выходные пройдет масштабное международное событие, связанное с нашим отечественным Дедом Морозом. Расскажите, какую роль в этом всем играет Санкт-Петербург, как принять участие? В ближайшую субботу пройдет международный забег Дедов Морозов. Это отличное начинание произошло 6 лет назад. И уже большую часть времени телеканал «Санкт-Петербург» поддерживает это мероприятие, поддерживает жителей нашего города в желании стать добрым волшебником и спортивным задором пробежаться по Дворцовой площади, по центру города. Вот шестой раз 24-го числа забег состоится. И самых быстрых участников мы наградим кубками телеканала «Санкт-Петербург» прямо вот на этой сцене. Подходите 24-го числа, принимайте участие. Если вы не готовы бегать, бывают такие случаи, вы можете прогуляться в костюме Деда Мороза, это тоже засчитывается. Насладиться новогодней атмосферой, посмотреть на красивую новогоднюю елочку, сфотографироваться на открытой студии телеканала и порадоваться за тех, кто выиграет. Спасибо большое, Надежда. Будем радоваться, будем болеть. Ну а я еще добавлю, что в этой студии будут проходить прямые включения нашей программы «Утро в Петербурге» каждый будний день аж до 30 декабря. Поэтому включайте телевизоры или приходите сюда поболеть и посмотреть на своих любимых корреспондентов и очень интересных героев. Ну, кстати, об очень интересных героях и лесных героев, и петербургскую живность уже изучил наш коллега Павел Глазков и замечательные печушки с интересным характером в его следующем сюжете.